Политические оппоненты редко находят общий язык в государственных вопросах. А получится ли у них сойтись в общечеловеческих темах? А давайте узнаем у них, а? С кем бы из украинских политиков вы никогда бы не выпили на брудный шафт? Весь список перечислять? Да не, не обязательно. Ну хватает таких дальше. Ну все, кто представляет антиукраинские силы в парламенте и позаним. Однозначно. Ни при каких условиях. Вы обращаете внимание на то, в какой стране сделан продукт? Конечно. В последние два года, особенно, чтобы продукт не был выготовлен в России для меня. Это одна из важных условий. Я никогда не задумывался об этом, но как бы... Я знаю, что только не российское. Все остальное я покупаю. Какой смс хотели бы сейчас отправить? Я практически не отправляю смс. Вы знаете, какой? Что закончилась война? Один смс. Война закончилась. И я кому-то отправлю... Война закончилась. Будет. Будет же? Будет. А скоро? Будет, конечно, будет. Все зависит от нас, конечно. Только от нас. А мы все сделаем. Да. Каким вы людям никогда не пожмете руку? Кто зрады? Николи я не подам руки российским офицерам. Я им тоже не подам. Потому что это люди без счастья. Это я на самом деле отчуваю на твоей шкуре. У меня два осколка под хребтом. Привет из России. Как в кино. Есть не могу. Такую интипацию испытываю. Вы классно научите. Есть как? Как есть. Дальше. Часто влюбляетесь? Ой, да. Вот последний раз. 22 года назад влюбился. До сих пор не попускает. Кожен день. Да? Ну, я бачу такую чаривную, как вы. Ну, как же ж тут не закохаться? А можно любить двух сразу? Вы знаете, это достаточно сложное философское вопрос. Любить можно, кохать редко. Я даже люблю троих. Вы знаете, у меня еще двое детей. Поэтому как бы вот жена, двое детей, сумма на троих. Обожаю просто. Что вас раздражает в других людях? А, вот тут вы попали. Реально. Меня глупость бесит. Я очень сильно не люблю, когда мне врут, понимая, что я знаю правду. Нетерпимость и гордость. А в себе что раздражает? Ой, вы знаете, не встигаю все, что хотелось. Упертость и... Упертость в самом... Я понимаю, что надо, нужно успокоиться, становиться в этот... И какой-то максимализм, с которым надо было попрощаться лет 20 назад. А кто вы по гороскопу? Близнец. А близнецы упертые? Я упертый. Сейчас так тяжело прям. Хорошо. Кто такие политические? Я не услышал. Еще раз, можно? Ну, я не могу, я же леди. Ну, хорошо, я скажу. Слушайте, от вас людей можно услышать чего угодно. Кто такие политические импотенты? Господи, извините меня. Ну, это, наверное, те, которые не пользуются политическими проститутками. А кто тогда политические проститутки? А те, которые не идут на контакт с политическими импотентами. О, Господи. Не маю разницы от политических или неполитических. А, да? Это те люди, которые обещают и ничего не делают. А тут таких много? Ну, есть, есть, определенная количество есть. Какой бизнес сейчас самый грязный? Знаете, для меня, ну, это всегда наркотики и торговля женщинами. Я считаю, что за это вообще нужно отрубывать руки. Я считаю, что тот, который построен на крови людей, на человеческом горе, на смерти, наркотики, оружие. Кем себя видит Борислав Береза через пять лет? Нет, ну, через два года понятно, кем я себя вижу. Через пять лет? Ну, давайте доживем, посмотрим. Я бы хотел вас запросить до себя на хутер. Запрошу. Когда я выкачаю мед, через пять лет. Это будет лето, да? Это будет не осень, это будет выкачанный мед, горячий хлеб, холодное молоко. И мы сидим с вами за таким роскошным столом. Все, через пять лет я к вам приеду. Я на это маю надеюсь. Спасибо, давайте сфотографируемся. Давайте сфотографируемся.